Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Аудиокнига. Как найти инвестиции и не потерять бизнес. Когда в современном мире мы слышим термины «инвестор», «инвестиция», то возникают устойчивые ассоциации с крупным бизнесом и миллиардными оборотами. И напротив, редко можно услышать об инвестиционном портфеле в контексте среднего и мелкого предпринимательства. И практически никогда не ассоциируется инвестицией с повседневной жизнью. А зря. Инвестиции – это не только миллионы долларов, которые вкладываются в нефтегазовую промышленность. Любое вложение средств и ценностей – это уже ваша личная инвестиция, независимо от того, какие по своему роду эти ценности – финансовые, интеллектуальные или нематериальные. Каждый из нас практически ежедневно сталкивается с разными формами инвестиций. Когда мы воспитываем ребенка, мы вкладываем свои знания в человеческий капитал. Когда мы строим дом – это вложение в недвижимость. А когда покупаем любимое золотое колечко, инвестируем деньги в драгоценные металлы. Ведь в любой момент эти вещи, знания, образования и навыки могут принести своему владельцу новое оборотное средство. Но, как правило, простой человек все эти вложения делает неосознанно, подчиняясь законам быта и обычным жизненным прихотям. Поэтому давайте рассмотрим, что такое на самом деле инвестиции и как привлечь средства в свое дело, чтобы сделать это выгодно и безопасно. Именно о безопасности инвестиций мы поговорим подробно. Это тонкий и важный момент любых деловых отношений. Ведь когда речь идет о доверии средств, то вопрос обязательств и гарантии стоит особенно остро. Если перегнуть со средствами безопасности в переговорах, можно потерять партнера. А если недостаточное внимание уделить страховке, можно потерять средства. Но предупрежден – значит вооружен. Поэтому инвестируем с умом и безопасно. Глава первая. Что такое инвестиции и какими они бывают? Пункт 1.1. Инвестиция – понятие не только для бизнесмена. За весь период своей жизни человек занимается инвестициями. Только называется это в быту в разных случаях по-разному. Покупка машины или квартиры, учеба в ВУЗе или окончание быстрых профессиональных курсов, воспитание ребенка и посаженное дерево. Все это в равной степени наши инвестиции в собственное будущее. Вложение сил, времени и денег в то, чтобы жизнь приобрела более удобный и приятный вид. Экономисты определяют термин «инвестиция» как вложение капитала на долгий срок для получения прибыли. Пример. Приобретение квартиры – это не только приятный повод для новоселья, но и долгосрочное вливание средств в недвижимость. Если регион, в котором находится ваша новая жилплощадь, будет развиваться, а рынок недвижимости не постигнет кризис или стагнация, то вы имеете хорошие шансы получить прибыль от инвестированных денег, если решите продать квартиру. Или другой пример. Вы настроились окончить курсы повышения квалификации, заплатив за них кругленькую сумму. Это уже вложение в нематериальные ценности, а именно в ваш профессионализм. А если вы сможете найти применение новым знанием на практике, и ваши вновь приобретенные навыки оценит начальство и поднимет вам зарплату, то на лицо уже прибыль от вложений. Из этих простых примеров мы видим, что любая инвестиция подразумевает не только операцию по вложению средств, но и тщательный анализ всех тех факторов, которые в итоге влияют на увеличение, или что тоже бывает, снижение прибыли. Эти факторы называются инвестиционным климатом, и о них мы расскажем позже. Но если говорить об инвестициях в разрезе профессиональной сферы экономики, то абсолютное большинство их является финансовыми вложениями. Тем не менее, инвестировать можно любые материальные и нематериальные ценности. Рассмотрим подробнее, какими бывают инвестиции. Пункт 1.2. Инвестиции. Какими они бывают? Классификацию инвестиций можно разбить на несколько групп. По объекту инвестирования, по срокам инвестирования, по видам вложений и по форме собственности. Также группировать виды инвестиций можно по территориям, отраслям, источникам финансирования и т.д. Но мы поговорим об основных видах. Первая из возможных классификаций определяется по объекту финансирования, то есть под тем вещам и ценностям, в которые эти деньги вкладываются. Такие инвестиции могут быть капитальные или, как их еще называют, реальные, финансовые и спекулятивные. Разберем по порядку. Капитальные инвестиции – это прямые вложения денег в приобретение или создание объектов длительных... Сэмпл комплит. Редактор субтитров?